В Ульяновске завершилась шестая региональная неделя антикоррупционных инициатив. В рамках тематической пятидневки, которая охватила все муниципальные образования края, проходили круглые столы, конференции, лекции, тренинги. Дни антикоррупционного просвещения организовали в медучреждениях, вузах и школах. Всего к мероприятиям присоединилось 30 тысяч ульяновцев. Врачи, пациенты, юристы, общественники, представители бизнеса и власти сосредоточили внимание на профилактике коррупции и устранении зон коррупционного риска. В июле месяце мы получили с АГУК аналитика результат социологического опроса на тему по индексу восприятия населением коррупции. И получилось, что отрасль здравоохранения, если по многим другим отраслям у нас есть положительная динамика и население отмечает позитивные изменения, то отрасль здравоохранения просела аж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23%. Ключевым событием недели стал региональный форум «Медицина Ульяновской области без коррупции», который прошел впервые. Накануне в Ленинском мемориале развернулись так называемые информационные площадки здоровья, а на втором этаже всех гостей форума встречала выставка детских антикоррупционных художественных плакатов. В рамках форума состоялось обширное пленарное заседание, где подвели итоги профиля недели. Первым словом взял Сергей Морозов. Губернатор отметил, что в Ульяновской области последовательная системная работа. По искоренению коррупции ведется уже много лет. Процесс будет продолжаться. Мы продолжим действительно решать вопросы, связанные с повышением уровня оплаты труда, потому что я прекрасно отдаю себе отчет, что достойная оплата – это одно из условий искоренения коррупции. Ведется работа и в направлении обеспечения социальной гарантии, развития мер социальной поддержки медработников. Кульминационным моментом заседания стало подписание соглашений по вопросам реализации госполитики по противодействию коррупции в сфере здравоохранения. В случае, если гражданин, обратившись в медицинское учреждение, понимает, что с него необоснованно требуют денежные средства, то около регистратуры каждого медицинского учреждения, абсолютно во всех Ульяновской области, расположен стенд с указанием номера телефона, позвонив по которому, гражданин, во-первых, может узнать, правоверно ли с него просят оплатить медицинские услуги. Если факт коррупции все же будет зафиксирован, то с проверкой к недобросовестным тут же нагрянет Министерство здравоохранения региона. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова